И развенчание мифа об экологичных электродвигателях. Немецкие исследователи выяснили, что электрокары выделяют примерно на четверть больше углекислого газа, чем машины на дизеле. В эксперименте участвовали Mercedes C220D, Tesla Model 3. Как это прокомментировали автоэксперты? Немецкие исследователи опровергли стереотипы об электромобилях. По данным ученых Мюнхенского института экономических исследований, авто с электродвигателем выделяют больше углекислого газа, чем машины на дизеле. Для эксперимента они выбрали Mercedes C220D, электрокар Tesla Model 3. Выяснилось, что дизельный двигатель Мирс выделяет на 25% углекислого газа, меньше, чем его электрический сабред. Причина, конечно, не в самом двигателе, а в его производстве. По словам ученых, добыча и переработка лития, необходимого для производства аккумуляторных батарей, требует большого количества энергии, говорит автоэксперт Роман Гуляев. Спор идет до дна. Есть мнение, что сам по себе электродвигатель экологичен, но при производстве электроэнергии выделяется углекислый газ на ТЭЦ, на электростанциях. Не везде есть атомная энергетика, не везде есть гидроэлектростанция, как в России. Если электричество действительно производится из-за нефти и ее производных, при этом углекислый газ выделяется. С одной стороны, есть действительно экологические движения экологи. С другой стороны, есть традиционные производители, которые не хотят терять рынок. Поэтому каждый раз появляются такие вот различные исследования. Кем это финансируется, тоже большой вопрос. Роман Гуляев. Но немецкие исследователи не учли один важный факт. Главное преимущество электрокаров в том, что при производстве электродвигателя выбросы углекислого газа происходят далее от городов, отмечает редактор журнала Авторевью Леонид Голованов. Электромобиль будет экологически чистым, только если эта электроэнергия произведена экологически чистым путем. Например, ветряками. Авторы этого исследования не пишут про другое главное преимущество электромобиля. Мы при использовании электромобилей разделяем в пространстве места выброса СО2 и места потребления транспортных услуг. То есть мы где-то сожгли этот уголь вдалеке от мегаполиса, а в городе у нас ездят электромобили, которые не выбрасывают ничего. Это, конечно, гораздо лучше, чем сжигать кислород и выбрасывать СО2 прямо в городе. Авторы подчеркивают, что, например, они не могут количественно оценить экономию электроэнергии и выбросов СО2 при использовании рекуперативного торможения электромобилей. А это очень важно, потому что электромобиль обладает одним важным базовым свойством. Он умеет запасать энергию при торможении, возвращать ее в батареи. А обычный автомобиль этого не умеет, ну, кроме гибридомобилей. Обычный автомобиль просто тратит эту энергию на нагрев тормозных колодок. Леонид Голованов, сейчас крупнейшие автоконцерны увеличивают производство электромобилей. В частности, Toyota объявила намерение к 2025 году полностью прекратить выпуск авто с бензиновыми и дизельными двигателями, оставив в линейке только гибриды, электрокары и автомобили, работающие на водороде. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова